Ровно месяц назад я переехала жить на Бали и хочу с вами поделиться своим опытом переезда. Нужна ли виза, где искать жилье, как открыть банковскую карту, какую сим-карту выбрать, а также что такое имейт. На эти и другие вопросы я отвечу в этом видео, а также в конце мы с вами подведем итоги, сколько все это стоило. Первое, наверное, с чем я столкнулась, это виза. Нужна или нет? Вы можете получить визу по прилету прямо в аэропорту. Такая виза будет действовать 30 дней и есть возможность ее продления еще на 30 дней, после чего вы должны будете вылететь из страны. Если вы собираетесь на более длительный срок, один из самых оптимальных вариантов это туристическая виза. Туристическая виза подается на 2 месяца и имеет возможность ее продления еще 2 раза по 2 месяца. И в целом вы можете находиться на острове около полугода. Такая виза делается достаточно быстро, занимает от 3 до 10 дней и ее стоимость колеблется в районе 300 долларов, зависит от срочности ее получения. Оформление визы происходит онлайн через визу 2 агента. Мы делали через телеграм-канал. Ребята, в принципе, все быстро для нас подготовили. 5-7 дней и виза уже была у нас на руках. Второе, с чем я столкнулась, это сертификат о полной вакцинации. Здесь важный момент, что с момента получения вакцины должно пройти минимум 14 дней. Когда я заглянула в свой сертификат, который не открывала где-то 3-4 месяца, я видела, что он был просрочен, в принципе, где-то на такой же срок. Но, к счастью, на Бали нет срока действия вакцины, поэтому даже если у вас вакцина просроченная, ничего страшного. Главное, чтобы она была полной. И вот с момента получения прошло именно 14 дней. Третье, это необходимо скачать приложение Пиндули и Линдуги. Его могут спросить, могут не спросить. Это не прям самый важный пункт. Но мой визовый агент сказал мне настоятельно скачать. Там необходимо просто заполнить личный кабинет. Тоже, в принципе, ничего сложного и очень легко разобраться. А вот как раз-таки один из самых важных пунктов – это медицинская страховка. На Бали медицина очень дорогая, поэтому здесь заранее советую подготовиться к этому. Поэтому страховки есть различные, от 100 долларов и выше. В зависимости от того, насколько вы экстремально планируете проводить свое путешествие. Моя страховка мне обошлась в 220 долларов. Я брала ее от Тинькофф. Знаю, что друзья там взяли и 100 долларов. Но так как я любитель попадать в отличные ситуации, скажем так, за границей, поэтому я все-таки решила перестраховаться. Ну и пятый пункт – это обратный билет или брон. Один из самых сейчас оптимальных вариантов – это купить реальную броню на copytrip.online. Там можно купить реальную броню за 600 рублей. Я ее купила, распечатала. Когда у меня попросили в аэропорту обратный билет, я показала ее. И у меня все прокатило, было все нормально. Но я знаю прямо людей, которые заставляли в аэропорту покупать билет. Если вы волнуетесь по этому поводу, в принципе, вы можете купить обратный билет не обязательно в Россию. Можно купить какую-то соседнюю страну. Например, Куала-Улнпур очень часто покупают, потому что билеты относительно шевелые из Бали в Куала-Улнпур стоят всего 5 тысяч рублей. Как сделали многие-многие, приехавшие сюда. Окей, вы приехали. Что дальше? Как искать жилье? На сегодняшний момент самые популярные сервисы – это Airbnb, Booking, Telegram-каналы, чаты, а также Facebook. Что касается Booking, там часто overprice. Здесь совет просто, если ищете что-то на Booking, можно копировать название виллы, либо апартаментов, вставлять в Google поисковую строку и выходить на собственную. И один тоже из таких больше оффлайновых вариантов – искать жилье уже тут, заезжая в различные госхаусы, виллы, и просто спрашивать в больнице, сдают ли они жилье, есть ли у них знакомые, которые сдают жилье. В целом, в туризме, то, чем занимается большая часть больницы, у всех есть какие-то знакомые, которые сдают, либо они сами занимаются жилье. Конечно, при выборе жилья стоит обращать внимание на районы, где это жилье расположено, так как от определенных районов будет зависеть его стоимость. У русскоязычного населения сейчас самые популярные, наверное, как всегда – это Чингуи-Угуд. Угуд расположен в жилье, далеко от океана, Чингуи сейчас просто переполнен. Там сейчас действительно такой высоковатый прайс, потому что сейчас самый сезон ближе к Новому году, все меньше и меньше каких-то оптимальных, выгодных вариантов. Если брать виллы, то сейчас стоимость начинается точно от 100 тысяч рублей за виллу и выше. Апартаменты, гостхаусы можно найти разные, тут повезет. Мы расположились на Буките, и стоимость нашего жилья сейчас составляет 320 долларов в месяц, что довольно хороший прайс за тот комфорт, что мы имеем сейчас. Самая моя, наверное, любимая часть, потому что тут будет один лайфхак – это касается сим-карты. Какую сим-карту лучше выбрать здесь, есть самых два таких популярных оператора, которые предоставляют свои услуги. Но и здесь, наверное, я бы хотела чуть подробнее остановиться на e-mail. В Индонезии действует правило по регистрации в облаке телефонов. Если телефон не зарегистрировать, и в местной сим-карте здесь работать не будет. Зарегистрировать телефон можно либо приобретая сим-карту, и необходимо будет постоянно также продавать регистрацию в местной сим-карте. И там каждые три месяца ездить в офис. Либо вы можете купить регистрацию раз и не навсегда. Как это сделаю я. Прямо в аэропорту это можно сделать, подойдя в кастомер сервис. В первый день прибытия на Бали вам либо дадут ее бесплатно, если стоимость вашего телефона до 500 долларов, либо вы ее купите с 40% из кильта стоимости телефона. Я за свой 12-й айфон Pro заплатила 65 долларов, но я его купила в первый день, и у меня было скидка. Если говорить о той сим-карте, которую я приобрела, то это TELCOMSELL, один из популярных операторов здесь. В целом нет никаких к нему претензий. Удобное мобильное приложение. Чтобы получить сим-карту, необходимо приехать в офис, зарегистрироваться, заплатить 100 тысяч рупий индонезийских, это, по-моему, 7 долларов, и купить ее на 3 месяца, а далее уже покупать пакеты нужно онлайн через мобильное приложение и продлевать при условии, что у вас есть имя. Если имя нет, то необходимо для этих 200 будет включать в офис. Итак, следующий пункт – это как сделать банковскую карту. Как все знаем, сейчас пустые карты на день есть за границей. Один из вариантов решения данного вопроса – это приезжать с долларами, заводить здесь местную карту, класть на нее доллары, либо приводить доллары в рупий. Класть уже в рупий. К счастью, в индонезийской карте вы можете открыть мультивалютный счет, на который можете класть разную валюту, доступно до 4 видов разных валют. Чтобы открыть карту, вам также необходимо поручить спонсор, который может предоставить вам ваш визовый агент за дополнительную плату, либо вы можете самостоятельно найти через знакомых, либо через форумы, через вали-чат-форумы, различные телеграммы. Я за услуги своему спонсору заплатила 40 долларов, и также необходимо было положить 1 миллион рупий на мультивалютный счет, чтобы они просто там были. Где-то 65 долларов. Ну что, теперь, думаю, стоит подвести итоги. Виза стоила нам 300 долларов, страховка обошлась в 220 долларов, а бронь обратного билета, так как я не покупала обратный билет, обошлась всего 10 долларов. Жилье нам обходится по чему виду прайсу за 320 долларов в месяц. Мы живем в апартаментах. Банковская карта обошлась 105 долларов вместе с услугами поручителя. Мы сняли мне байк за 80 долларов, есть и байки дороже. Здесь также зависит от того, какой байк вы для себя снимете. Сим-карта обошлась всего 7 долларов, билет в одну сторону 1000 долларов. И также имей мне обошелся 65 долларов. В общей сложности я потратила 3000 долларов 100 для того, чтобы прилететь на Бали. Здесь я не включала еду, это где-то уходит 300 долларов в месяц. Если вы питаетесь в кафешках, в кафешках достаточно демократичные цены, если сравнивать с той же Москвой. Хочу подвести итоги и сказать, что все это несложно, разобраться в этом несложно. Много русских, которые со всем помогают. Существуют личные чаты, опять же, в Бали-чат-форум, где вы можете задать любой вопрос. Если видео оказалось вам полезным, то можете поставить лайк. А так просто хочу пожелать вам легкого переезда, хорошего дня и пока!